всем привет наступает массовая вот такой дата массовых посевов и так как я обещала всех предупредить когда я начну именно не тот посев который сверх ранний там супер ранний а именно тут который мы сеем в традиционные сроки сеют большинство огородников в рекомендованные даты для нашего региона вот смотрите у меня сибирский регион и мы стараемся посеять все перцы которые будем выращивать в теплице и все томаты которые будем выращивать в теплице стараемся посеять все в феврале то есть даже рекомендации специалистов есть что перцы обязательно нужно посеять до середины февраля а томаты ну крайний срок уже последняя декада февраля потому что дальше смысла нет в чем смысл выращивания в теплице чтобы получить немного пораньше урожай а в марте мы будем уже сеять томаты для открытого грунта вот сейчас хочу поговорить именно про массовый посев для тех у кого есть теплицы вот счастливые обладатели теплиц должны весь перец посеять уже но вот в этот период я вот буду сеять я посмотрела тут у нас 18 19 20 что-то связанное с полнолунием я буду сеять одну часть до этого 16 18 февраля и последнюю часть после этого 22 23 23 февраля я посею уже все свои перцы которые я буду выращивать в теплице а так как я выращиваю только в теплице перец то есть все перцы до 22 23 февраля я посею больше посевов не будет но там как какой еще нюанс может быть кто-то опоздает в этот срок посеять можно будет сеять и в марте перец но это должны быть преимущественно сорта с коротким сроком вегетации чтобы они успели вызреть или ранние или скороспелые сегодня говорю только про теплицы только про тех у кого есть теплицы потому что для открытого грунта будем говорить потом отдельно сейчас вот средина февраля тот самый период которого мы все ждали в этот период почти все большинство огородников заканчивают посев перца и посев томатов для теплицы но это не значит что вот все срочно должны кинуться сеять каждый я уже вчера говорил от чего зависит срок от региона и от сорта и от наших там предпочтений вы можете посеять чуть позже кто-то посеял уже раньше просто я хочу разграничить потому что некоторые начинающие не могут понять я вот сею сею подряд один раз второй раз третий и люди не понимают какой посев это вот для всех которые все должны сеять а какой посев это чисто по моей прихоти потому что вот смотрите первый посев 26 25 января я делала это по своей прихоти потому что я сама с собой согласовала что я готова возиться хлопотать с этой рассадой что я готова делать тройную пересадку перевалку все ради того чтобы получить ранний урожай и второй посев томатов я уже делала я тоже согласовала опять же с самой собой что эти томаты чуть-чуть должны раньше поспеть на что я раньше традиционных сроков посею раньше массовых посевов эти посевы вы могли бы и не делать это не для всех это для тех вот очумелых огородников которым я себя причисляю которые готовы с утра до вечера этим заниматься но вот сейчас наступила пора когда пора сеять уже всем извините за такую тавтологию наступила пора сеять пора но действительно пора сеять потому что если мы сейчас не посеем перцы особенно вот как я говорила которые высокорослые особенно толстостенные особенно с длительным сроком вегетации то посеяв их в марте мы уже не дождемся спелых плодов я не буду спорить некоторые говорят что мы те и в марте дожидаемся спелых плодов но есть разница или дождаться несколько спелых плодов пусть там половина урожая при позднем посеве или дождаться то есть этот куст вам отдаст весь урожай и весь спелый именно красный ну или желтый то есть дождаться до биологической спелости на кустах в этом большая разница потому что даже если перцы потом дозревают где-то в помещении уже и вкус не тот и это совсем не то то есть именно для того чтобы перец полноценно вызрел успел вырасти сформироваться вызрел в средине февраля или ну хотя бы в начале первой декады февраля перец нужно весь посеять это массовый посев это для всех для тех у кого теплица все этот вот коротенький ролик я именно для того чтобы чтобы люди особенно начинающие различали какой посев это для тех кто так уже знаете от нечего делать вот эти самые ранние вот как я который буду выращивать в баклашах то в больших емкостях это вы можете не сеять но сейчас сеять уже пора и перцы и томаты для теплицы теперь по регионам конечно мы все различаемся по регионам у кого-то там теплее у кого-то холоднее но большинство жителей нашей страны у нас отдельно стоят только южане это краснодарский край это наш любимый присоединившийся крым у них там идеальные условия они сеют раньше и и урожай у них больше у них все другое вся остальная наша страна несмотря на то что мы себе а москва считается средняя полоса россии москва но и московская область или область и урал и дальний восток у нас у всех почти одинаковый климат то есть у всех весной преимущественно холодно и у всех не очень длинное лето и не очень мягкие условия для растений и сеем мы почти все одинаковые сроки даже если нас разделяют у нас разница 567 дней и не страшно если вы посеете например живете в москве а посеете вместе с нами с сибирьками вот сейчас в эти сроки или не страшно если вы живете в сибирском регионе а посеете вместе с москвичами на 5 дней раньше эти сроки они настолько минимальны что потом во взрослом растении вы не определите сколько ему 115 дней или 120 это незримые такие так что вы не бойтесь если вы где-то ну видите какую-то информацию что посев такого-то такого-то в московской области а живете в сибири вы можете тоже применить это на себе но я еще раз повторю пока вы сами не попробуете несколько дат посева или раньше или позже вы свою не найдете оптимальную я вот уже еще раз повторю уже повторяла сколько лет занимаюсь и до сих пор один год сею раньше другой год сею позже все это связано и с нашими условиями ну и совсем конечно хочется получить все пораньше но не всегда это очень хорошо рано сеять тоже нужно большое терпение умение чтобы вырастить рассаду качественную для получения раннего урожая поэтому если будете сеять очень рано готовьтесь к тому что немного больше у вас будет затрат труда на это растение все все что я хотела сказать сказала наступила массовая пора средина февраля тот самый срок когда мы начинаем массовые посевы кто-то сеет в середине февраля кто-то будет сеять вот как я еще 23 февраля в праздник мужчин сразу поздравляю заранее всех кто-то будет сеять до конца февраля но конец февраля это уже самые самые крайние даты для массовых посевов перца томатов для теплиц позже если сеять то сам смысл выращивания в теплицу он немного теряется конечно там будет может быть они продолжительно будут осенью но раньше урожая наверное уже не получите потому что мы в марте сеем уже для открытого грунта до свидания желаю вам всем нынче урожая хорошего но не столько хорошего урожая сколько погоды лучше чем в прошлом году потому что хороший урожай получить можно но главное с каким трудом мы получаем или мы легко и непринужденно все это вырастим и соберем или вот как у нас в прошлом году сквозь снег сквозь град сквозь метель в мае высаживали все до свидания